В Таджикистане сократили возраст для кандидатов в президенты. В Фергане судят правозащитника. Российские полицейские начали зачистку Екатеринбурга накануне чемпионата мира по футболу. Полицейские проводят регулярные поквартирные обходы, переписывают всех проживающих, интересуются местом работы и записывают телефоны, сообщает информационное агентство URA. По информации агентства, таким образом участковые вычисляют приезжих, трудовых мигрантов. Аналогичный алгоритм действий силовой структуры уже применяли в ходе проведения в Екатеринбурге саммита ШОС в 2009 году. Государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Не исключено, что аналогичные рейды пройдут и в других городах, где будет проводиться чемпионат мира по футболу. По мнению диаспор и наблюдателей, не исключено, что эти рейды будут проходить с нарушением прав трудовых мигрантов. Как показывает практика, жертвами подобных проверок, как правило, становятся легальные трудовые мигранты. По этой причине диаспоры рекомендуют трудовым мигрантам до окончания чемпионата мира по футболу воздержаться по мере возможности от посещения ряда российских городов. 35 имамхатыбов в мечети Таджикистана отстранены от своих должностей. Об этом 5 февраля на пресс-конференции сообщил начальник управления религиозных объединений Комитета по делам религии и упорядочную традиции при правительстве Осейн Шакиров. По словам Шакирова, имамхатыбы были отстранены в связи с непрохождением переаттестации. Следует заметить, что переаттестация имамхатыба в Таджикистане официально проводится на протяжении 9 лет, и в последние 3-4 года требования к имамхатыбам стали более жесткими. Активист из Душанбе на условиях анонимности согласился прокомментировать Хабархо ситуации с имамхатыбами в стране. Если раньше имамхатыбы и проходили ежегодно переаттестацию, то это было исключительно для придания легитимности в исполнении обязанностей имамхатыба, и большую роль в назначении имело мнение прихожан той или иной мечети. А мнение прихожан формировалось, основываясь на знаниях в области ислама. Но на сегодняшний день оставшиеся имамхатыбы мечети не блистают исламскими знаниями. Даже на самые элементарные вопросы в области фикха имамы отвечают установкой «сверху», как они сами это и объясняют. Кроме того, в стране практически не осталось независимых проповедников, которые разъясняли бы ислам, не оглядываясь на указания режима. Напомним, что ранее от своих обязанностей были отстранены все имамхатыбы, получившие образование за пределами Таджикистана. А Комитет по делам религии и упорядочению традиций сообщал о закрытии в стране 1938 мечетей, мотивируя это отсутствием разрешительных документов. В среду 7 февраля Нижняя палата парламента Таджикистана Маджилисе Намояндагон одобрила поправки в закон о выборах президента Республики Таджикистан. Принятые поправки исходят из изменений, внесенных в Конституцию Таджикистана по результатам проведенного в мае 2016 года референдума, согласно которым Эмамали Рахмон может избираться президентом без каких-либо ограничений. Кроме того, президентом страны и депутатом парламента может быть избран гражданин Таджикистана, достигший 30-летнего возраста. Тогда эксперты заявляли, что данная поправка была внесена специально для Рустамии Эмамали, которому на момент следующих президентских выборов исполнится 33 года. Следует заметить, что Эмамали Рахмон не единственный среднеазиатский тиран, подготавливающий своего сына в качестве преемника на пост президента страны. Так, президент Туркменистана Гурбан Гулы Берды Мухамедов также готовит своего сына Сердара Берды Мухамедова для занятия президентского кресла. Сердар в последнее время участвует в различных официальных мероприятиях вместе с отцом, побывал на различных должностях в госструктурах Туркменистана. Кроме того, недавно ему было присвоено звание подполковника. В суде района Кува, Ферганской области Республики Узбекистан, 5 февраля начался судебный процесс над руководителем андижанского отделения неправительственной правозащитной организации Узбекистана Эсгулик Мусаджаном Бабаджоновым. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в ноябре 2017 года у МВД Ферганской области по статье 244.1.2 «Изготовление, распространение и демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку». В изъятом в результате обыска компьютере обнаружены циклы лекций истории пророков в виде аудиофайла и брошюра «Влюбленные в рай» в PDF-файле, которые были признаны экспертами как радикально-экстремистские материалы. По словам самого Бабаджонова, он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения, а также Каирский университет и на протяжении нескольких лет занимался исследованиями и экспертной оценкой религиозной литературы. «Самое удивительное то, что моя деятельность сегодня обернулась против меня самого», — говорит он. «В случае, если суд сочтет его виновным, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова